Эмоции, энергия, грация. Эти картины нужно видеть вживую. Камера не отображает и доли того великолепия, которое посчастливилось увидеть в нашей съемочной группе. Например, итог работы творческого тандема учителя и ученика Геннадия Животова и Александра Клочкова. Мы с Александром Владимировичем, Клочковым, органично делали диплом. Ну, как бы диплом спортивный, он заканчивал свой вуз. Мы много рисовали спортивных сюжетов. Потом планы наши дальше и дальше, как раз назывались, мы решили сделать секцию такую спортивную при Союзе художников. Чем занимается такая секция? Секция работает со всеми спортивными организациями, которые ходят на все соревнования, сами занимаются спортом. Поэтому мы решили эту тему как бы развивать. И вот впервые она вот так вот в этом светлом, замечательном зале нашла свое место. Выставка проводится уже третий раз. Но в отличие от прошлых экспозиций, это не просто хаотичный набор картин художников разных возрастов и уровней мастерства. Сегодня они объединены общей темой – динамика движения. Мы, авторы этих работ, постарались отобразить динамику движения, то есть, глядя на эту работу, чтобы это было ощутимо. То есть, в отличие от простого натюрморта, где этой динамики нет, это просто статичные вещи, здесь, наоборот, все наполнено динамикой. Те, кто не смог с фигурой динамику отобразить, они постарались отобразить в виде каких-то природных стихий. Здесь там бушующие реки, водопады. В работе любой экспозиции важна оценка зрителей. Неважно, художники-профессионалы это или просто любители живописи. Очень понравилось. Я неожиданно просто о ней узнала, случайно, открыв местную газету. Но я вообще в восторге. У меня дождь сейчас начала заниматься живописью. Я звонила, я рекомендую прийти. Вот это движение, я сама художник, но только натюрморты пишу. И вот эту пластику я, конечно, не в состоянии, наверное, передать. Желающих участвовать в выставке с каждым годом становится все больше. И это очень радует опытных художников. Их главный совет – не бояться оценки со стороны. Важны замечания, критика. Это очень здорово, когда это есть. И я во многом благодарна и своим учителям за это, и своим знакомым, кто в первые годы становления меня как художника, мне помогал в этом, направлял, подсказывал и критиковал. Это очень здорово. Надо работать, писать, рисовать это самое. И, конечно, внедряться в тот мир, который тебя окружает. А он дивный метод. Экспозиция продлится до 23 февраля. Так что время приобщиться к высокому у каждого желающего еще есть. Александр Шишов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.